Браконьерам в Казахстане условные сроки могут заменить на реальные. Генпрокуратура планирует ужесточить наказание до 7 лет лишения свободы. А штрафы будут увеличены в два раза. 30% от них в виде премиальных будут получать инспекторы. О том, какие еще поправки будут внесены природоохранной законодательства, расскажет Динара Жанбатырова. Почти два десятка таких бутылок найдено правоохранителями. Все они заполнены дорогой икрой краснокнижной, рыбы узкуч. Всего около 90 литров. ОПГ, иначе не назовешь, незаконно выловило больше тонны этой рыбы. Икру извлекали, а туши закапывали тут же, в охраняемой зоне. Заодно с браконьерами были и сотрудники заповедника. Это вот первый случай. Я не хочу пока комментировать, что там происходит. Занимаются, значит, не заинтересованы государственными органами. Закрепление данного водоема осуществляет местный экспорт орган. Есть определенные лица в составе, инспектор состава Маркокольского заповедника, которые сегодня подозреваются в участии в незаконной ловле рыбы узкуч. Как долго преступники наживались на исчезающем виде рыбы, пока неизвестно. Сейчас идут экспертизы, подсчитывается экологический ущерб. Тем временем, экологи бьют тревогу. Идет хищническое уничтожение всего. Это электрошокер, значит, включает электричество, убивает рыбу. Значит, кидают гранаты, всякие взрывные устройства. За счет отбушения рыбы она вся всплывает, собирает. Вот за это их надо судить, всех тех, кто это делал, самым жестоким образом. И у нас что, там штраф чуть-чуть, ему наплевать на этот штраф. Это должно быть уголовно наказано. Только так можно избавиться от этих врагов природы. Уничтожение краснокнижной рыбы – лишь один из десятков видов браконьерства. Беспощадно в Казахстане истребляют сайгу, вырубают саксаул. Больше 4,5 тысяч фактов нарушений природоохранного законодательства выявлено только за 7 месяцев. 3 700 нарушителей отделались штрафами. 34 браконьера понесли уголовное наказание. Два инспектора лесного хозяйства погибли, защищая редкий вымирающий вид степных антилоп. Маленькая зарплата, в среднем 60 тысяч тенге и полная незащищенность от браконьеров, которые сегодня не боятся стрелять уже не по колесам, а в лобовое. Но, вопреки всему, инспекторы день за днем продолжают выполнять свою непростую работу и оставляют за ней зачастую не только силы жизни. Вот машина замначальника службы, прострелена в трех местах. Сидел за рулем, если бы он чуть не уклонился, точно в лоб попали бы ему. Вторая машина тоже у нас прострелена. После двух трагических случаев гибели егерей, лед тронулся и МВД дали добро на обеспечение их оружием. Будет обновлена система радиосвязи, полномочия инспектора станут шире. Защитники флоры и фауны смогут задерживать нарушителя, доставлять в полицию, даже стрелять на поражение при реальной угрозе. Мы обеспечим каждого инспектора бронежилетом. Я понимаю, что в сильную жару вес порядка 10 килограмм, последние советские были до 18 килограмм. Это очень тяжело, конечно. Сейчас рассматриваем все варианты для закупа самого легкого бронежилета, но при этом и самого надежного. Сейчас технологии позволяют это делать. Прорабатывается вопрос в части перечисления инспекторам 30% от суммы, возмещенного за браконьерство ущерба, социальной защиты инспекторов по аналогии с правоохранительными органами, выплаты денежного заграждения населению за сообщение о фактах браконьерства. Штрафы за браконьерство увеличат в два раза. В планах заменить условные сроки на реальные. За нарушение природоохранного законодательства будут лишать свободы на 7 лет. Динаржин Батырова, Анель Абдимова, Нурдаулей Жаксыбаев. Итоги дня.